Коллеги, ну а теперь немножко о больших дефектах грудной стенки. Я бы хотел еще раз поделиться своим опытом и сделать акцент на некоторых моментах. Итак, хирургическое лечение опухоли грудной стенки представляет себя, по сути дела, два этапа. Это резекция и реконструкция. Причем реконструкция должна выполняться с таким учетом, что мы должны думать о возможности длительного существования данных конструкций, которые позволяют решать ряд серьезных задач, о них уже предыдущий докладчик говорил. И эти конструкции должны быть достаточно хорошо биосовместимы. Что мы на сегодняшний день имеем по литературным данным, по собственному опыту, это использование различных методик, их очень много, и в предыдущем докладе также были представлены те варианты, которые, в общем-то, не являются каким-то эксклюзивным вариантом. Эти варианты, они встречаются в литературе тоже и в других клиниках. Итак, вот наиболее, скажем так, применимые для восстановления каркаса – это пластины, которые имеют, в общем-то, использование для различных отделов скелета. Ну вот, дизайн, он имеется и применительно к ребрам. Это пластины с фиксацией винтами. Далее, то, что на сегодняшний день современно, модно и популярно – это использование технологий 3D-принтинга, использование титановых конструкций и использование вот таких вот причудливых индивидуальных эндопротезов. Ну и универсальная система, система Stratos, которая, в общем-то, получила распространение в Европе и не дошла до наших границ. Эта система, в общем-то, достаточно привлекательна, потому что она обладает элементами универсальности и позволяет выходить из ситуации в различных клинических примерах. На сегодняшний день наша клиника располагает опытом работы с оригинальными конструкциями из никелета титана. Методика, которую мы применяем, она подразумевает использование нескольких элементов, которые представляют из себя тканевые импланты, эндопротезы, ребер. И хочу отдельно сказать, что вот все эти элементы сделаны из одного материала, как тканевые, так и цельнолитые. Материал небольшой. Я скажу сразу, что всего мы выполнили порядка 36 операций за достаточно большой промежуток времени. Это обусловлено тем, что массивные реконструкции, они необходимы далеко не во всех случаях. И таких пациентов за год набирается от силы 2-3. В основном мы использовали вот такую полноценную комбинированную реконструкцию, где применялись тканевые эндопротезы, и эндопротезы, которые восполняют каркасность. Что мы на сегодняшний день можем сказать по прошествии многих лет использования вот этой методологии? То, что техника установки, она достаточно проста. Для использования вот этих элементов не нужны дополнительные инструменты, и мы можем работать с общихирургическим инструментарием. Мы достигаем стойкого долговременного функционального результата за счет того, что происходит как первичная фиксация адекватная этих имплантов, так и в последующем за счет прорастания элементов конструкции фиброзной тканью уже вторичная надежная имбелизация. Отсутствие реакции на имплантируемый материал. Мы также видим, что этот материал показал свою биологическую совместимость очень высокий. Ну и отсутствие физико-химических конфликтов между элементами конструкции. Все модули упругости, они, в общем-то, соответствуют друг другу. И, что отмечу очень важно, модулю упругости никелита титана, он наиболее близок к костной ткани, к нормальной костной ткани. Вот на этих снимках здесь как раз представлен пациент, который имеет срок наблюдения больше шести лет. У этого пациента мы замещали тотальное поражение грудины, здесь метастатический процесс. И, как видим на данном снимке рентгеновском, положение реберных имплантов, в общем-то, стабильное на протяжении всего этого времени. Ну и, естественно, что мы отметили за этот период времени ряд недостатков. Без этого никак. И, конечно, хотелось бы сделать некоторые акценты на индивидуальных реберных имплантах. Изготовление от конкретного пациента, естественно, нас лишает возможности интероперационного маневра. В случаях, когда мы вынуждены делать большую резекцию на несколько сантиметров, мы оказываемся, в общем-то, заложниками уже той ситуации, когда импланты подготовлены, они уже не подходят под конкретный дефект. То, что касается оригинальной конструкции из никелетитана, мы здесь лишены, опять же, возможности интероперационного моделирования. Посмотрите на снимке, видно разрушение конструкции, на котором видно, что идет отслойка пористой части от сердечника цельнолитого. Это не является критичной ситуацией, на самом деле, если это происходит интероперационно, ничь какой трагедии здесь не возникает совершенно. Но, тем не менее, работать с такой системой немножко не так удобно. И еще один момент – это то, что, возможно, констатация прорезывания конструкции. Но здесь, естественно, что мы должны очень четко понимать, что любая имплантация эндопротезов, которые замещают ребра или грудину, требует очень хорошего укрытия мягкими тканями. Вот на примере данного пациента, который имел рецидивный процесс в области грудной стенки, я бы хотел как раз сделать акцент на ряде вот таких недостатков и тех моментов, которые хотелось бы, конечно же, улучшить. Итак, мы имеем дело с пациентом 53-х лет. У этого больного рецидивная хондросаркома грудной стенки продолженный рост после хирургического лечения. Значит, та клиническая картина, которая вот была, она дополняется томографической, и здесь мы видим, что отсутствуют три ребра. Имеется дефект переднебоковых отделов 4-го, 5-го, 6-ых ребер и огромный мягкотканный компонент. Значит, при разработке плана резекции, в общем-то, мы принимали во внимание, естественно, что вовлеченность сосудистого нервного пучка плечевого в процесс, он оказался интактен, функция руки была, в общем-то, в полном объеме. На данном КТ-скане, в общем-то, пациент располагается с поднятыми вверх руками. Вот, и, кроме этого, значит, мы принимали во внимание возможность реконструкции мягкотканной при выполнении резекции. Предыдущая операция сопровождалась тем, что был использован торокодорзальный лоскут, поэтому, естественно, что мы были немножко здесь ограничены в этой ситуации. Итак, нами выполняются хирургические вмешательства. Вмешательство, что было резецировано? Половина грудины, задние отрезки шестого по седьмого ребер, резекция с первого по пятый ребра, передние и боковые отделы, воскосная резекция нижней доли и средней и, значит, далее легкого. Реконструкция выполняется одномоментно никлинотитана и пластика, перемещенном ректоабдоминальным лоскутом. Ну и, коллеги, вы понимаете, что вот такой объем заместить ректоабдоминальным лоскутом невозможно, и укрытие здесь возможно было только лишь вот нижние двух ребер. Вот с релочками здесь отмечена КТ-реконструкция, как раз позиция реберных имплантов. Посмотрите, какая ситуация возникает на 11-е сутки после операции, это правый снимочек. Здесь мы видим прорезывание импланта, причем это произошло практически на глазах, за счет того, что укрытие вот в этом месте было только лишь кожно-жировым лоскутом, и он был очень тонок и не справился, в общем-то, с той задачей, которая перед ним лежала. Что здесь происходит? Здесь происходит движение за счет дыхательной экскурсии и, в общем-то, то трение, которое происходит у ребро конструкции, оно привело к такому осложнению. Повторное оперативное вмешательство, которое мы выполнили с использованием пластики большой грудной мышцы, ротация была на точке крепления грудине и ушивание данных дефектов. И вот подобный дефект, он сопровождался, естественно, что разгерметизацией плевральной полости, но за счет выполнения пластики и дренирования нам удалось избежать каких-ли других осложнений. Далее, следующий момент, с которым мы столкнулись, посмотрите, это прорезывание заднего конца четвертого реберного импланта. Это произошло уже после заживления основной раны, вот такое рождение импланта. С чем оно связано? На тампидно-темографическом скане здесь я показываю вот ту кривизну ребра, которую мы, в общем-то, имеем уже после операционной раны. Она, естественно, вы видите, что не соответствует ходу ребер по задней поверхности. Почему такое произошло? Во-первых, вероятнее всего, кривизна, которую мы задали этому ребру, была недостаточно правильной, недостаточно повторяла данный уровень. Второй момент, то, что за счет формирования рубцов, за счет формирования, значит, послеоперационных изменений произошло, в общем-то, разгибание ребра и вот такая вот позиция, значит, с упором в мягкие ткани. Что произошло дальше? Когда мы обнаружили вот в отдаленном периоде такую ситуацию, естественно, что возник вопрос о необходимости удаления ребра, удаления импланта ребра. Но это не ограничилось вот такой проблемой. Кроме этого, значит, другие отделы, а именно со второго по третьего ребра имплант реберный, над ними стала возникать такая же ситуация – прорезывание конструкции. И в этом случае, естественно, что вопрос стал уже о удалении практически всех элементов конструкции. И вот посмотрите, значит, здесь два снимка для сравнения, две реконструкции – это вид компетентографический до удаления имплантов, а здесь уже после удаления. Вот те ленточки, которые здесь видны на реконструктивном снимке, это как раз оболочка эндопротезов ребер, полистая. Вот они и остались. Было тревожно, конечно, за пациента, насколько он сможет функционировать, его дыхательные объемы, но ничего страшного не случилось. То есть, в общем-то, дыхательная функция не пострадала. Это то, что касается реконструктивных моментов. То есть, здесь, конечно, есть над чем работать и, в общем-то, те моменты, над которыми мы сейчас стараемся продолжить дальше нашу работу. Второй аспект, который вот на данном примере хотелось бы на что заострить внимание, это, конечно же, онкологический результат. Посмотрите, здесь мы очень чётко видим огромную опухоль распространённости уже после операционного периода. Это рецидив местный и метастатическое поражение лёгких. Хондросаркома – второй степени злокачественности. К сожалению, здесь лекарственных опций не так много. Но вопрос о результате лечения, конечно же, он всё равно стоит очень остро. Итак, вот я назвал этот слайд «Работа над ошибками». Конечно, всегда нужно анализировать то, что ты сделал, то, что ты получил. Во-первых, конечно, мы ставим первыми вопросами, это всё-таки онкологические задачи, насколько была выполнена адекватно резекция, и не нужно было бы сразу планировать удаление конечностей с плечевым поясом. Сейчас, анализируя эту ситуацию, я думаю, что да, нужно было делать именно так, потому что мы не получили должной функции конечности, мы получили отёк, мы получили достаточно такую обременяющую конечность пациента и рецидив местный. Необходимость всё же, конечно же, системной терапии. Здесь, ну, это очевидно, что после выполнения таких операций нужна поддержка системная. Адекватность укрытия имплантов мягкими тканями. Это очевидно, что планируя установку рёбер, мы всегда должны закладывать обязательно те варианты, те опции пластические, которые позволяют переместить мышечные, переместить кожно-фасциальные лоскуты в зону пластики. Ещё один очень интересный момент мы здесь отследили на этом случае клиническом. Значит, пациент был экстубирован в день операции, то есть он перешёл на спонтанное дыхание, и, в общем-то, всё достаточно неплохо развивалось. Он был переведён в отделение на следующий день. Однако с первых суток после операции, после уже перевода на спонтанное дыхание, стали отмечаться нарастание дыхательной недостаточности, что было связано, конечно же, с очень сложной компенсацией после такой обширной резекции. И в связи с этим на вторые сутки пациент был, мы вернули его в отделение интенсивной терапии с переводом на искусственную вентиляцию в режиме поддержки, и двое суток, в общем-то, он восстанавливался уже с аппаратной поддержкой. Но, тем не менее, он удалось всё равно справиться с этим и адаптироваться. Ну и отдельно, конечно же, хочется сказать о том, что вот те конструкции, которые мы на сегодняшний день располагаем к использованию, они, конечно же, ну нельзя говорить о том, что это идеальные конструкции для всех вариантов, вот это те методики, которые всё равно нужны, конечно же, нужно каким-то образом модифицировать. Первое, что, в общем-то, напрашивается, это попытка разработать отечественную нашу универсальную систему. Над этим мы сейчас работаем. Второй момент – это всё же мы никуда от этого не уйдём, это модификация поверхности рёберных имплантов. В частности, один из вариантов – это возможность использования сетчатых элементов для создания вот такой модифицированной, пористой, сетчатой поверхности. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Александр Александрович, за очень интересный доклад. Пожалуйста, вопросы у кого будут? Да, пожалуйста. Александр Александрович, большое спасибо за ваш прекрасный доклад. У меня будет несколько вопросов, так как я представляю онкоцентр Мнеблохина, и у нас много таких вот пациентов. Первый вопрос. По вашему мнению, обязательно укрытие импланта дополнительным лоскутом, будь это только дожанин лоскут, либо трэм лоскут. Я имею в виду, если есть интроторакальный компонент, обширный, то, естественно, там задействовано плевральной полости, мы должны это закрыть. Если же только экстротракальный компонент, кожа, подкожжировая клетчатка. Считаете ли вы, что нужно укрывать, будь то титановые пластины, стратос или синтез, будь то ваша разработка, либо, если позволяет подкожжировая клетчатка, просто стянуть ткани, либо переместить в местные лоскуты. И так вот, такое укрытие. Спасибо. Действительно, хороший, очень важный вопрос. Действительно, мы должны принимать окончательное решение о необходимости перемещения лоскутов или о свободной пластике уже и до операции, и интероперационно. Потому что то, что вы говорите о возможности закрытия местными тканями, я совершенно это приветствую, когда мы имеем хорошую, достаточную толщину лоскута. Если мы имеем, допустим, кожу и полсантиметра подкожной клетчатки, это вынужденная, скажем так, мера для достижения радикального удаления, естественно, что здесь мы должны рассматривать уже вопрос о привнесении тканей. Если подкожная клетчатка достаточно широкая, и если сохраняется еще и фасция, все замечательно, мы пластику выполняем местными тканями. И совершенно правильно, эти проблемы, которые я здесь озвучил, они являются универсальными, как для стратоса, так и для других систем, и, собственно говоря, нашей системы. То есть, в любом случае это все будет возникать, но вопрос нужно всегда решать о необходимости закрытия. Следующий вопрос. Спасибо большое. Также у меня вопрос о реконструкции каркаса. Есть ли у вас четкие показания к реконструкции каркаса? То есть, мы имеем разные опухоли. Иногда это кривая резекция ребра, либо резекция нижних ребер, которые не нуждаются в каркасном восстановлении каркаса. Есть вот четкая 2, 3, 4, 5, потому что иногда даже удалив кривую резекцию двух ребер, в целом никакой дыхательной недостаточности не произойдет, и просто переместив ТДЛ, либо закрыв, если позволяет, прокуржировая клетчатка пластины Гортекс, мы можем иметь превосходный результат. Ваше мнение, хотелось бы узнать. Ну, то, что касается показаний для реконструкции, здесь, в общем-то, то, что прописано в литературе, на что мы опираемся, ну, я считаю, что это немножко такие условные показания, да, там более двух ребер и так далее. Вот. Очень большое значение имеет несколько факторов, то есть многофакторное такое планирование, да, вот. Во-первых, локализация дефекта, и вы прекрасно понимаете, что, допустим, передние отделы грудной стенки, к примеру, второе ребро, передний отдел второго ребра, да, удаление сегмента этого ребра, оно сформирует достаточно такой значимый косметический дефект, и для, допустим, молодого пациента, у которого будет потом флотация грудной стенки, это не совсем, скажем так, адекватно. На дыхательную функцию здесь, конечно, никакого влияния не будет, он будет дышать превосходно совершенно. Вот. Поэтому здесь, вот в этом случае, допустим, двоякая такая вот ситуация, да, то есть нужно решать, как, прежде всего, функциональную задачу, да, и второй момент – эстетическую и косметическую. Почему нет? Вот. То, что касается всех других случаев, конечно же, мы совершенно правильно, мы анализируем действительно, что остаётся, что остаётся, потому что грудная стенка – это же сборное понятие, сборное понятие, да, это и ребра, это и плевра, это и жировая клетчатка, это и фасция, и кожа. Что из этого вот сэндвича остаётся? Если остаётся достаточно тканей, и если действительно мы можем вот сделать какую-то вот такую простую пластику без использования там сложных конструкций, почему нет? Вот. Действительно, здесь не будет каких-то последствий, значит, таких фатальных. Я хочу поделиться ещё одним моментом, понимать, очень интересным. Это опыт ведения пациентов, осложнённых, в кардиохирургической практике, то есть вот волею судеб мне сейчас доводится работать бок о бок с кардиохирургами, вот, и сейчас крайне редко, но тем не менее попадаются вот такие осложнённые случаи, когда имеется расхождение грудины, развитие стерномедиастенита и хронические огромные незаживающие раны, когда, в общем-то, идёт некроз грудины, формируются дефекты. И вот у нас на сегодняшний день уже есть два, две операции, два клинических случаях, когда мы в одном случае восстановили, значит, вот этот дефект с использованием реберных имплантов, мы сделали установку. И второй случай, когда мы просто переместили ректоабдоминальный лоскут в этот дефект после очистки раны, после того, как санация была проведена, формирование грануляции и так далее. Так вот, я вам скажу, что на сегодняшний день всё равно вопросы остаётся, надо ли делать действительно жёсткую вот эту вот реконструкцию в данном случае. Почему? Потому что сформировались рубцы за период времени, пока идёт санация вот этого гнойного очага, да, дефект остаётся костный, но рубцовая ткань, она позволяет, в общем-то, лёгким функционировать. У этого пациента нет дыхательной достаточности, он, в общем-то, дышит. Да, есть расхождение вот костных сегментов, да, да, есть вот эта вот огромная зияющая рана, но второй случай, когда мы не использовали жёсткую конструкцию, в общем-то, чем меня остановила вот работа с жёсткими имплантами, то, что у этого пациента была выраженная, значит, не флотация даже, а вот движение вот этих краёв грудины в дыхательных вот этом цикле. И, естественно, я предположу, что если мы сейчас поставим жёсткую конструкцию, здесь будут конфликты и здесь будут проблемы. Поэтому мы обошлись мягкотканным лоскутом, и я вам скажу, что результат, в общем-то, достаточно хороший. То есть, закрыли рану. Поэтому здесь, видите, как здесь, в общем-то, я считаю, что это зона творчества, конечно же, прежде всего, да. Здесь надо анализировать вот тот опыт, который есть, и выбирать те решения, которые, в общем-то, вы прекрасно владеете и можете этим, в общем-то, апеллировать. Вот таким образом. Спасибо большое. Я вот немного украл вопрос. Есть ли, по вашему мнению, какие-то показания, как опухоль, не нужно оперировать, который удаление опухоли, даже с реконструкцией, приведёт к патологичному дыханию? Удаление опухоли? Можно же, можно удалить, там, хоть пять, хоть шесть строперов, реконструировать, можно реконструировать, но в итоге это приведёт к патологичному дыханию. И пациент из реанимации, к сожалению, может не перевестись в отделение. Существует ли та грань, при которой нужно сказать, что, к сожалению, нет, лучше не оперировать этого пациента? Потому что хирурги, когда, овладев различными техниками, включая, там, микрохирургию, можно пересадить лоскут. В вашей презентации была верхняя часть, вы не закрыли, там можно и только даржальный лоскут пересадить в мамарию и закрыть этот лоскут. Но иногда просто не стоит этого делать, потому что пациент, к сожалению, не выкараркается за счёт патологического дыхания, из-за патологического дыхания. Есть ли у вас какое-то понимание, когда не нужно делать операцию, при каких объёмах поражения грудной стенки? Интересный вопрос, да. Когда мы оперировали вот этого пациента, в общем-то, у нас тоже был такой момент, в общем-то, где грань, сколько же можно, собственно говоря, резерцировать ребер, можно ли половину грудной стенки убрать. В принципе, мы это сделали, это получилось. Но здесь другой аспект, видите, здесь, в принципе, конечно, мы можем обсуждать сколько угодно адекватность закрытия, адекватность реконструкции и так далее, но если мы не имеем анкологического результата, то естественно, что, в общем-то, всё сводится на нет. Как в этом случае, то есть мы через год после проведённой операции получили продолженный рост и, в общем-то, пациент сейчас практически не курабельный. Но я хочу сказать одно, что, в принципе, на сегодняшний день можно думать о том, что мы можем сделать, ну, по сути дела, почти любой объём, вплоть до того, что мы можем сделать полностью реконструкцию гемиторакса. Почему нет? Потому что вот та техника, которая сейчас мы, которой владеем, которая есть у нас для замещения, для восстановления ребер, она, в общем-то, позволяет это сделать. Технически это возможно. Возможно снять с аппарата искусственного дыхания и дать возможность пациенту дышать. Другое дело, когда мы не контролируем опухолевый процесс, правильно? Если он никоим образом, никаких опций дополнительных нет, тогда это превращается, в общем-то, в такое сложное мероприятие. Спасибо большое. И последний мой короткий вопрос дать коллегам. Уважаемый коллега, эта тема, наверное, будет для дискуссии. Если будет возможность, мы можем потом… Дело в том, что регламент у нас достаточно ограничен. Это тема для дискуссии. Пожалуйста, вопрос. Я хотел, извиняюсь, очень интересная действительно тема для всех. И вопрос такой. Вы привели разные варианты имплантов, замена каркаса. Какой вы считаете предпочтительней из всех этих? И почему сравнение? Какой вы именно предпочитаете использовать? Это из всех четырех вариантов, которые были представлены. Я тоже не буду здесь достаточно долго рассказывать, хотя эта тема очень такая объемная. Но я вам так скажу, что система Stratus наиболее привлекательна. Потому что все остальное, 3D-печать, здесь, я думаю, что она не будет иметь предложения никакого. Это модно, хорошо, но это уйдет. Это не та область, которая нужна здесь. То, что касается использования винтов на ребрах, это тоже, я считаю, не тот вариант. Stratus – да. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok